И Путин предложил увеличить выплаты для семей с низкими доходами, видите, что он все предлагает, и коронавирус обострил проблему с бедностью, и надо бороться, по его словам, снижение уровня бедности – приоритетная задача для властей. А теперь хотите, я вам кое-что почитаю, интересно, то есть это вот сегодня он сказал сенаторам, но для тех, кто забыл, помните, в 20-х числах февраля 2012 года Путин заявил, задачу по борьбе с бедностью необходимо решать к 2020 году, то есть казалось бы, он должен перед сенаторами выступать, сегодня сказать, ребят, 20-й год наступил, я вот 2012 обещал решить проблему с бедностью, я ее решил. А сейчас, оказывается, еще раз читаю, еще раз, это приоритетная задача, о как, блядь, то есть 8 лет прошло, не решили, но стало приоритетной задачей, молодец какой. Дальше вот интересно, помните, в 17-м году он заявил, что унизительны масштабы бедности в России, угроза стабильности и единства в 17-м году была бедность. Ну, в 19-м, 20-го февраля он тоже самое говорил, значит, что нет у некоторых там надежду, лекарства, еду. В 18-м году, в ближайшие 6 лет уровень бедности в России должен снизиться как минимум вдвое, это он заявил в 18-м году. 6 лет еще не прошло, да, 20-й наступил, но 6 лет еще не прошло, потому что он обещал обещать, вот, видите. Ему было стыдно в 16-м году, когда он думал о причинах бедности, это он сам сказал, представляете, ему стыдно, такой голубой воришка. Причина бедности – это воровство Путина и все его шоблы. Я говорю, с одним двоюродным братом 237 миллиардов только через один банк он украл, только через один, представляете? То есть, все воры, наверное, России, столько десятую долю не украли. Ему стыдно, голубой воришка. Интересно, вот, заметку я вам прочитаю, это «Коммерсант» от 17 сентября 2007 года, 13 лет назад, пишет «Коммерсант». В 90-х, несмотря на высокую распространенность бедности, самого слова «бедность» в официальных документах избегали, как подмечено в недавнем докладе Всемирного банка. Именно Владимир Путин в 2000 году начал прямо говорить о бедности, о ее сокращении и так далее. И вот в программе Грефа, как один из приоритетов социальной политики, борьба с бедностью и прочее, прочее, прочее. То есть, действительно, если вы посмотрите, начиная с 2000 года Путин борется с бедностью в разных вариациях. Если вы помните, в мае 2003 года главным по борьбе с бедностью он назначил своего помощника – Шувалова. Бедность, конечно, Шувалова победила, вернее так, бедность победил народ России, а Шувалов победил бедность в отдельно взятой семье своей. У него сейчас нет, наверное, страны в мире, где у Шувалова не было бы замка. И вот в той стране, в которой ты находишься, у нее замечательный замок, получишь какие-то бумажки, я советую посети, сделай видео, что это вот замок Шувалова, да, который активно боролся с бедностью в России и победил бедность, но только сам. А Россия в этой борьбе проиграла, да, бедности нет, все в нищете. Да, я с вами согласен, потому что это точно не бедность, это нищета. Я к тому, что, то есть, это просто уже стыдно, вот так говорить, просто вспоминать даже про эту бедность, которая постоянно побеждает, просто стыдно, потому что бедность-путин, вот этот бегоносец, Путин, да, он как раз и является причиной бедности в России, все, нет других причин, только Путин и путинщина. Субтитры создавал DimaTorzok